В карате учение не только свет знаний, но еще и цвет обе, то есть пояса. В этом убедился наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин, побывавший на экзамене по мастерству подопечных Республиканской Федерации карате. От чистоты и незнания к восходу солнца, а далее к зрелости и мудрости. Такой путь, согласно цвету обе, пояса проделывает каратист, проходя дорогу от новичка до мастера карате. И хоть в нашей стране карате входит в спортивную классификацию, согласно которой спортсмену присваиваются разряды и звания, все же традиции японского боевого искусства остаются в силе. Спортивное звание выдает государство, выдает за занятые места на соревнованиях. А здесь квалификация по технике, поясная квалификация, принятая во всем мире в нашей международной организации. Требования к зачи экзамена и программа на разные пояса отличаются существенно. Начальный белый, соответствующий 10-му кью, можно получить уже после трех месяцев занятий. А вот черный пояс, мастерский, это результат упорных тренировок в течение как минимум пяти лет. Семилетний Андрей Перцев только в начале пути. Тем не менее, юный каратист выполнил все технические требования в кихоне, кумите и ката. И больше всего успехом сына радовался папа. Я вижу изменения, вижу изменения в поведении, стал более ответственным. Могу сказать, что вчера была температура 38-37, мы думали, ну все, собрался, видимо, или духом, или я не знаю чем. Сегодня выступил на отлично. Для меня карате это не чтобы хвастаться, для меня карате это целое искусство, чтобы знать, как сражаться, как биться. Надо биться за свою Россию. А вот Ольгу Ульянову к занятиям карате приобщили дети. 14-летний Роман и 6-летняя Маша. Мне нравится карате вместе с мамой. На экзамене на второй Q Ольга вместе с младшей Машей старательно выполняла команды 10-летнего инструктора федерации Азандея Тимофеева. Хотя японский для большинства экзаменуемых далеко не родной. Я первый раз в качестве инструктора был, поэтому я немного волновался. И бывало, там несколько ошибок бывало. Потому что это все надо выучить еще на японском языке. А я только чуваш, но это для меня нормально пока что. Всего по итогам экзаменов свою квалификацию повысили около 200 каратистов.